Приветствую! Кабмин установил новые правила вручения повестки ТЦК почтой, а в связи с этим у нас повысился шанс получить штраф и оказаться в розыске ТЦК. Вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. Итак, что произошло? Кабинет министра в Украине принял постановление 1147, которым внес изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. И там появилась в первую очередь такая пометка повестки ТЦК. То есть теперь письма, которые отправляет ТЦК, будут иметь такую повестку. И вы, соответственно, приходя на почту, вы сможете точно понять, от кого вам пришло письмо. Что еще там изменилось? Изменилось правило вручения этой повестки, этого письма вернее. Мы с вами знаем, что оно должно отправляться рекомендованным письмом с описью вложения, с уведомлением о вручении. И вот как это должно происходить? Во-первых, это письмо должно быть доставлено вам по адресу. В том случае, если вас нет, то никому другому проживающему по этому адресу, даже если это родственник ваш, повестка вручаться не будет. То есть это письмо, письмо с повесткой ТЦК вручается только лично. При этом вы должны будете подписаться за него и, соответственно, там будет проставлена ваша фамилия. Если же человек не хочет принимать повестку, то он может указать это и, соответственно, поставить свою подпись, таким образом подтвердив свой отказ от получения повестки ТЦК. При этом, если человек просто устно отказывается и говорит, я не буду принимать повестку ТЦК, то почтальон может это проставить самостоятельно. То есть почтальон сам ставит пометку о том, что человек отказался от повестки. В том случае, если вас по адресу нет, например, просто нет, это не значит, что вы не проживаете там, это значит, что просто в рабочее время к вам пришли и вас просто там в связи с этим нет. В этом случае почтальон должен оставить уведомление, оставить в почтовом ящике уведомление о том, что вам пришло письмо с повесткой от ТЦК. Либо, второй вариант есть, почтальон может уведомить вас об этом по телефону. И вот здесь начинается самое интересное. С того момента, как вас уведомили, у вас есть три дня на то, чтобы получить это письмо. Если вы не получаете это письмо, то оно уходит обратно в ТЦК. И, соответственно, что начинается? А начинается то, что предусмотрено законопроектом 12093, а там предусмотрена возможность возложить на человека штраф заочно. Да-да, теперь заочно ТЦК сможет накладывать штраф. Ну, если примут этот законопроект, а есть все шансы на это. И ТЦК, конечно, будет передавать информацию в полицию об этом. И человек будет находиться в так называемом розыске полиции. Вот такие прекрасные изменения у нас появились благодаря постановлению 1147 от Кабинета Министров Украины. А что это значит для нас? А для нас на практике это значит, что мы теперь должны, по сути, ежедневно проверять почту. Вот мы уже об этом с вами говорили, да. Но вот с такими изменениями теперь уже точно нужно ежедневно проверять почту. Потому что ты там даже один день не успел проверить почту, потом ты можешь не успеть ее забрать. Да, потому что нужно, чтобы у тебя запас какой-то по времени был. Иначе все, письмо вернулось, ты не забрал и ты оказался в розыске уже, да. Либо тут вариант какой. Если вы знаете, что вам приходила повестка, да, потому что вас уведомляли. Если у вас не получилось забрать ее вовремя, то в принципе надо тогда идти в ближайшее же время, в ближайшие дни в ТЦК, чтобы не получить штраф и не оказаться в розыске. Ну вот такая интересная у нас ситуация. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, ставьте ему лайк. Подписывайтесь на мой YouTube канал и вы найдете еще массу полезных видео. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочку на него вы найдете в описании к этому ролику. А в самом Telegram канале вы найдете массу полезной информации, которой гораздо больше, чем на YouTube канале. Ну а я вам традиционно пожелаю удачи, благополучия и конечно же мира. Пока-пока.